Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Грид. Сегодня я вам покажу 10 мобов, которые необходимы в Майнкрафте на выживание и иногда даже в творческом мире, которые мы постоянно используем в этой квадратной игре. Ну и хотелось бы еще немножечко сказать про то, чтобы вы оценивали это видео лайком или дизлайком. Это, конечно же, служит для меня большой поддержкой, именно моему каналу. Ну и пишите, конечно же, свои топовые комментарии. Я их читаю абсолютно всех, так что давайте, давайте, оценивайте. Но и хотелось бы еще немного сказать про мой скин. Теперь он немного изменился, потому что у меня, как вы видите, убрались перчатки. Раньше они у меня были всегда, я их даже сейчас могу включить, но мне так кажется, лучше будет снимать без них. И второе, это карта, потому что у меня немножечко слетел сервер и мне пришлось тут немного перестраивать. Но мне так кажется, она стала даже лучше, потому что появилось вот такое вот место и речка. Ну что ж, а сейчас мы будем начинать сразу с 10-го места. Итак, давайте мы сейчас начнем и открою вам стену. И мы тут видим курицу, которая уже на этот момент снесла яйцо, точнее не курицу, а петуха. Ну и почему она попала вот сюда? Первое, это перья, потому что мы сможем крафтить стрелы. Второе, это мясо, потому что мы сможем теперь пополнять голод. И последнее, это практически одно из самых главных, потому что с помощью этих яиц, которые, кстати, дает эта курица, мы сможем убивать эндер дракона. Ну, как мы, мы ему не будем намносить урон, но мы сможем убивать эти кристаллы эндера, которые, кстати, лечат его. И поэтому даже я, когда выживал у себя в одиночном мире, я именно эти куриные яйца использовал, чтобы убить дракона эндера. Ну что ж, на этом десятое место заканчивается, и мы переходим к девятому месту. И я открываю вам стену, и тут находится у нас лошадь. Почему же я ее поставил именно сюда, и она даже улыбается. Ну что ж, почему я поставил сюда эту лошадь? Во-первых, передвижение. Когда у вас в начале игры нет элитер, и вы сами понимаете то, что пешком и бегом передвигаться тоже не вариант, и тем более вагонеткой, то лошадь вам в этом, конечно же, поможет. Потому что ей практически ничего не надо, чтобы бегать. Надо всего лишь приручить и одеть на нее седло. И, в принципе, вы сами сможете на ней ездить. Ну и вторая причина, потому что это кожа. Я ее убивать не буду, но если мы убьем лошадь, то она является, кстати, одним из богатейших источников кожи. А кожа, как мы знаем все, нужна для книг, которые мы чаруем и делаем себе топовые мечи, топовые инструменты и топовую броню. Ну что ж, давайте мы сейчас перейдем к нашему восьмому месту, и я открою вам стену. И у нас тут находится самый обычный визор скелет, самый обычный черный скелет, который встречается у нас в аду. С вот таким вот каменным мечом. И почему же я его поставил именно сюда? Потому что из них выпадает вот такой вот череп визора скелета. И мы, конечно же, с помощью вот таких вот трех голов сможем собрать иссушителя, убить его и получить звезду ада. Точнее, да, ада. И мы сможем сделать маяк. А маяк, как мы знаем, на выживание очень даже полезная штука. И в строительстве, и вообще, и на битве, потому что она добавляет очень много эффектов. Ну и также это является источником камня, точнее не камня, а угля. Да, угля, именно самого обычного угля. И, конечно же, еще костей. То есть, тройная польза от этого скелетом. Хотя он довольно опасен. Ну что ж, давайте мы сейчас перейдем к нашему седьмому месту. Итак, я открою вам стену, и тут находится уже самый обычный скелет с луком. И почему же я поставил именно этого скелета сюда. Давайте я вам объясню. Во-первых, если вы нашли спаунер скелетов, то, конечно же, надо делать из него сразу же ферму, не раздумывая. Потому что это, кстати, во-первых, большая редкость найти вот такой вот спаунер скелетов под землей в данжах. Во-вторых, у вас будет бесконечное количество именно костей. То есть, вы сможете спокойненько выращивать все виды растений и все виды деревьев. Без исключения, потому что у вас будет очень много кожи. И вы даже сможете использовать костные блоки в декорации. А, во-вторых, у вас еще будут стрелы и луки. Луки нам не так важны. Но хотя в начале игры все же нужно будет нам выбить лук именно от скелета. Ну и, конечно же, стрелы. То есть, вам не нужно будет уже зачарование на бесконечность. То есть, вы сможете спокойненько зачаровать на починку. Он у вас будет и с бесконечными стрелами, потому что у вас будет очень много стрел в запасе. И еще потому что вы сможете чинить свой лук на починку. Ну и также с него впадает вот такая вот голова. Поэтому он и попал на наше седьмое место. Но мы знаем то, что дальше идут все интереснее и интереснее вещи. Точнее, мобы. И мы откроем шестое место. Итак, я открываю вам. И что мы тут видим? У нас тут расположилась самая обычная корова, кстати, которая отвернулась от нас. Все, она повернулась. Ну давайте. Во-первых, это мясо. Его мясо находится на второй по питательности. Далее, это кожа. То есть, от нуля до трех и даже доходит до четырех. И третье, это, конечно же, молоко. То есть, я вам дам даже такую небольшую подсказку, спойлер дам. То, что мы уже на СП в моем городе начали сушить океан. Вот этот вот данж. И там, кстати, находятся враждебные гвардияные, вот эти вот древние стражи. Которые накладывают очень плохое заклинание, именно утомление. И мы не можем ломать вот эти вот губки, которые нам нужны для осушения океана. Но мы их убили, кстати, благодаря вот этим вот коровам. Потому что мы смогли спокойненько пить это молоко. И с нас проходил этот эффект. Поэтому все же молоко не так уж, что и бесполезно в Майнкрафте. Ну что ж, а мы переходим на пятое место. И там у меня на пятерочке припарковался мой друг в вагонетке. Ну что ж, давайте мы сейчас откроем эту стену. И у нас тут расположился самый обычный баран. Ну или овца, как это хотите, так и называйте. Ну и почему я же положил ее, поставил именно сюда. Ну, во-первых, это мясо. То есть по питательности она дает всего 3 голода. Но все же как-то дает на начальных стадиях игры. Это может быть, в принципе, полезным. И еще она дает шерсть. Конечно же шерсть очень важная в Майнкрафте, потому что без нее мы не смогли бы сделать кровать. То есть вы представьте, вы не сможете поставить точку респавна, и вы не сможете пропустить никак ночь. Можно будет только выбить паутину и из них делать шерсть. Ну, мы знаем то, что не вариант так делать. Особенно в начале игры вы не сможете пропустить первую ночь. Потому что у вас просто не будет вот таких вот барашков. И вы просто не сможете сделать себе кровать, чтобы переждать ночь. Но с помощью них вы можете, конечно же, это сделать. И посмотрите, какую большую палитру добавляют нам вот эти вот шерсти. И поэтому я и поставил именно его сюда. Но дальше идут все полезнее и полезнее Мобы. И давайте я вам открою четвертое место. И у нас тут расположился житель. Кстати, кто-то положил сюда его голову. Но я ее убирать не буду. И почему же, значит, поставили мы сюда именно жителя. И почему именно белого, расскажу вам сейчас. Ну, во-первых, потому что он очень полезен в Майнкрафте. То есть, если бы не было бы жителя, не нужны были бы и изумруды. То есть, именно изумруды нужны в Майнкрафте, чтобы торговать с ними. А во-вторых, они продают такие вот заклинания, например, как бесконечность. То есть, вам нужно будет только носить одну стрелу. А ее мы можем еще выловить. То есть, мы можем ее получить двумя способами. Это купить у жителя. Но если бы не было бы жителя, то нам пришлось бы ее вылавливать. А там очень и очень маленькая вероятность вылова именно вот такого вот заклина... Точнее, книги с заклинанием на бесконечность. То есть, мы сможем ее выбить. Нам будет выбить ее, конечно же, очень сложно. И посмотрите, за сколько он ее продает. То есть, вам придет уносить всего лишь одну стрелу. Она у вас будет бесконечная. И всего за 13 изумрудов и за книгу. То есть, все взаимосвязано в Майнкрафте. Если бы не коровы и лошади, то не было бы книги. И то есть, жители бы не торговали бы. Ну и хотелось бы еще сказать про зеленых жителей. Они больше всего всех бесят. И если у вас есть зеленый житель на ферме жителей, то, конечно же, убивайте его. Потому что он занимает место. То есть, чем больше дверей, тем больше жителей. А он занимает место и вообще не торгует. То есть, он совершенно бесполезен. И я даже сам не знаю, зачем мужик ввел именно вот такого вот зеленого жителя. Но белые жители, мне так кажется, самые полезные. Их надо всегда оставлять и никогда не убивать. Но еще есть такие жители, как фермеры. Они тоже очень важные именно в торговле. Вот такими вот различными. Пшеница, картошка и морковка. Они, конечно же, очень и очень помогают на выживании. Но дальше мы переходим на третье место. И идут еще более полезные мобы. Итак, я вам тут открываю. И мы тут видим шалкер. Кстати, он спрятался тут в траве. Что тут написано? Это шалкер и он хочет лайк. Ну, давайте тогда лайк. Ну, вы все поняли. Ну, давайте, это самый обычный шалкер. И если бы не было бы этого шалкера, то, во-первых, не было бы левитации. Но это, конечно же, не очень важно. Потому что, как раз таки, именно левитация убивает больше всего людей в Энде. Но еще хотелось бы сказать то, что если бы не было бы этих шалкеров, то не было бы и шалкербоксов. А шалкербокс у нас служит в виде рюкзака в Майнкрафте. То есть, вы не смогли бы сложить вещи и перенести их компактно. Вам пришлось бы заполнять полностью ваш инвентарь. И поэтому я его поставил на третье место по важности. Но далее идут еще более важные мобы. Итак, я вам открою. И мы тут видим очень редкое животное. Но оно и очень полезное. То есть, чем реже оно, тем и полезнее. Это, в принципе, логично. Поэтому и ввели сюда грибную корову. Почему она тут? Во-первых, мясо. Во-вторых, кожа. Ну и в-третьих, это грибной суп. То есть, вы сможете взять вот тут вот миску. Поднести к ней в одиночном режиме. Вы можете даже попробовать. И вот так вот просто нажать на правую кнопку мыши. И вам дается суп. То есть, вы поймаете такую вот одну коровку. И у вас будет бесконечная просто еда. А если вы поймаете две, то вы сможете развить даже целое семейство вот таких вот коров. И из них еще при убийстве выпадает мухомор. Но мне так кажется, их лучше не убивать. Потому что они не враждебные. А наоборот, дружелюбные. И из них даже можно делать ферма. То если вы нашли это самое обычное ваниль и выживание. То, конечно же, надо беречь вот таких вот мобов. А не убивать их. Но если у вас их слишком прям много. То вы сможете их убивать. Они также служат источником кожи. И мяса. Ну и что ж. На самом первом месте расположился. И угадайте кто. Я хочу, чтобы вы угадали. Так что спуститесь в комментарии. И напишите там, что вы думаете об этом первом месте. И если вы не согласны с этим топом. То вы тоже сможете написать свое мнение в комментарии. Я читаю абсолютно все комментарии. То есть вы сможете написать свой. И я обязательно его прочитаю. Мне будет интересно его прочитать. Ну что ж. А сейчас мы перейдем к первому месту. И я вам открою стену. И у нас тут расположился самый обычный огурец. Крипер. Почему значит я положил его именно сюда. Ну, во-первых, потому что это логотип Майнкрафта. То есть если бы не было бы его и его лица. То не было бы и вообще буквы А. То есть, ну как бы она была бы. Но именно когда мы заходим в Майнкрафт. То мы видим. Давайте даже я вам покажу. То есть я вот сейчас выхожу со своего сервера. И вот тут у нас есть буква А. Которая сделана в виде крипера. То есть вот этого вот могло бы и не быть. Ну ладно, это не самое важное. Самое важное то, что... Сейчас я зайду на сервер и вам покажу. Это именно порох, который добывается с этого крипера. Потому что мы не смогли бы даже летать на элитрах. То есть мы можем сделать какую-то ферму гастов. Мы можем сделать какую-то ферму различных других животных. То есть ведьм. Но мы не сможем обойтись без скриперов. Потому что от него выпадает только и только порох. И он выпадает в больших количествах. Поэтому он нам и так важен в Майнкрафте. То есть вы представьте только элитры и без фейерверков. То есть летать практически невозможно было бы. Ну что ж. А на этом полезные мобы себя в Майнкрафте исчерпали. И я думаю на этом можно заканчивать свое видео. Ну что ж. Хотелось бы еще напомнить. Чтобы вы опять же оценили это видео лайком или дизлайком. И напишите свой топовый комментарий. Я конечно же все это читаю. Поэтому давайте мне там пишите. Ну что ж. А с вами был Грид. Спасибо за просмотр. За то, что досмотрели это видео до конца. И я надеюсь оно было вам интересным. Ну что ж. Всем удачи. И пока-пока.